Больной без сознания? Это взрослый или ребёнок? Давайте адрес проверим. Она была 3, дом 119, квартира 20. Вызово принято 1647. Ждайте, пожалуйста. До свидания. Как часто мы игнорируем сигналы, которые посылает наш организм? Головокружение, дискомфорт, упадок сил. Давление низкое. 60 на 40. Быстрее подключайте дофамин. Мы отмахиваемся от неприятных симптомов и убеждаем себя, что всё пройдёт само собой. Но зачастую это не так. Как научиться лучше понимать свой организм и побороть страх похода к врачу? Какие симптомы указывают на наличие заболевания? В чём важность профилактического осмотра? Об этом и многом другом смотрите в программе «Спасаем жизни». Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт эпидемии 21 века. Статистика показывает, ежегодно около 15 миллионов человек поражает этот недуг. Треть из них уходит из жизни. Масштаб этой проблемы трудно переоценить и для Казахстана, ведь число поражённых этим недугом увеличилось на 50 тысяч только за прошлый год. И, к сожалению, половина из них больше не вернётся к полноценной жизни. Меня зовут Рашид Азизов, это программа «Спасаем жизни» и сегодня мы говорим об инсультных заболеваниях. Ваше давление 120 на 80. Спасибо. Владимира Чернявина доставили в Национальный центр нейрохирургии в Истане из Восточного Казахстана, прямо из реанимационного отделения санитарной авиации. Гарантии медики не давали. Аневризма сосудов головного мозга – диагноз непредсказуемый. Но спустя неделю после операционного вмешательства Владимир Антонович уверенно идёт на поправку. Когда забирали мужа с Усть-Каменогорска, говорили о том, что первое, что нам необходимо хотя бы долететь. А дальше уже прогнозов мне и там в Усть-Каменогорске не давали, что вот везут его живым до Астании. Подобные операции на сосуды головного мозга в Координационном центре по проблемам инсульта при Национальном центре нейрохирургии проводятся ежедневно. Около 4 тысяч пациентов каждый год получают здесь помощь. Всего же за 9 лет работы было прооперировано более 20 тысяч человек. Большинство этих операций имеют четвёртую-пятую категории сложности. Некоторые случаи достойны того, чтобы стать сценарием психологической драмы. Поступила молодая девушка, беременная, с кровоизлянием в мозг. И вся наша команда во главе с нашим директором, мы провели операцию вместе с акушер-гинекологами, удалили так называемую артерио-венозную мальформацию, удалили кровотечение. Параллельно акушер-гинекологи сделали кесарево сечение. Мы спасли и мать, и ребёнка. Статистика по сосудистым заболеваниям головного мозга в Казахстане неутешительная. Ежегодно около 40 тысяч человек переносят инсульт. 250 тысяч граждан республики получили после приступа инвалидность. Причём патологии обнаруживают как у взрослых, так и детей. Есть такое понятие, как терапевтическое окно. Когда пациент поступает в клинику, то первые 4,5 часа мы можем провести системный тромболизис. Есть такой препарат, как актелиза, она вводится, который полностью растворяет тромб. И при этом никаких не бывает последствий. Но, к сожалению, в связи с тем, что у нас информированность населения очень низкая, очень часто происходит, что дома лежит пациент, у которого есть первые симптомы инсульта, но из родственников мало кто на это обращает. Есть такая аббревиатура FASTEST, то есть это фейс-лицо, а рука – это спич-речь, и Т-тайм – это время. То есть если у вашего родного, близкого на фоне, так скажем, здоровья вдруг перекосилось лицо, стала несвязанная речь, ослабла рука, нога, надо тут же звонить 103. И, к сожалению, у нас это повсеместно встречается, у нас на это люди внимания не обращают. И этим мы теряем время, когда мы могли бы как раз полноценно помочь. С момента открытия Национального центра хирургии в 2008 году в стране впервые перешли от открытых операций к малоинвазивным вмешательствам, при которых доступ осуществляется через кровеносные сосуды. Тем самым врачи закрывают дефект, не прибегая к трепанации черепа. Сейчас очень бурно развивается новая технология – это механическая тромбоэкстракция. То есть это когда у человека образуется тромб, то в течение первых 6 часов этим внутрикожным доступом мы достигаем уровня тромба сосуду головного мозга, его удаляем, и полностью восстанавливается человек. То есть без каких-либо выпадений. Национальный центр нейрохирургии – одна из шести клиник в Казахстане, аккредитованных Международной объединенной комиссией GCI, что является золотым стандартом качества и безопасности услуг в медицинских организациях. В этой области GCI – самая крупная и старейшая организация в мире. Статус аккредитации присуждается только в том случае, если согласно проверке группой аудиторов, медицинское учреждение соответствует 1200 требованиям комиссии. Для сравнения, в России подобных клиник всего две. Наша клиника является пионером и передовой клиникой в Центральной Азии. К нам с приезжающих государств, таких как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, приезжают пациенты, так как они высокотехнологическую помощь, о которой, я сказал, выше у себя не могут получить. То есть они все приезжают к нам. И по уровню развития и по оснащению мы являемся не хуже европейских клиник. Признание на столь высоком уровне открыло доступ к рынку медицинского туризма. На сегодняшний день около 300 иностранных граждан получили лечение в этих стенах. Пребывание в Центре обеспечивается за счет государственного бюджета. В таких условиях пациенты идут на поправку в рекордные сроки, признается Людмила Чернявина. Сейчас восьмые сутки после операции была операция невризма. И, конечно, состояние не то что улучшилось, а просто человек уже практически восстановился. Вернулась речь, двигательная сторона вся, в общем-то, все действует, все как бы самостоятельно может передвигаться, себя обслуживать. Ну вот, конечно, понадобится еще реабилитация. Но то, что сделано в этой клинике, это, конечно, вот прямо такой большущий прогресс. Правильно оказанная неотложная помощь спасает жизни 60% больных с тяжелыми массивными инсультами. И 9 пациентам из 10 с легкими формами позволяет восстановиться полностью. Какие признаки указывают на приближение инсульта и как помочь близкому человеку в критической ситуации, расскажет нам руководитель Центра практических навыков Ирки Булан Джентлевов. Ирки Булан, скажите, пожалуйста, по каким признакам можно заподозрить, что у человека инсульт? Ну, смотрите, если у человека изменились мимические мышцы, если вы просите поднять обе руки, улыбнуться или же выговорить свое имя, если человек не выполняет хоть одну из этих вышеперечисленных просьб, то это уже идет подозрение острого нарушения мозгового кровообращения. Что тогда необходимо в этой ситуации предпринять ближайшему окружению человека для того, чтобы как-то ему помочь? Самое первое, самое необходимое – это вызвать бригаду скорой медицинской помощи. То есть ничего не придумывать, просто позвонить? Позвонить, вызвать скорую, посадить человека в полусидящее положение. Как манекен, да? Как манекен, да. Это связано с чем? Человеку с подозрением на инсульт нельзя находиться в горизонтальном положении? Да, то есть давление повышается именно в сосудах головы. Это может ухудшить состояние. А при сидячем положении это облегчает состояние? Также есть возможность померить артериальное давление. То есть мерим и мониторим состояние. Наблюдаем за человеком и ждем скорую медицину. А что все-таки нельзя категорически предпринять, кроме того, чтобы человека укладывать в горизонтальное положение? Есть ли еще какие-то запреты? Пациента нельзя в это время кормить или поить, или давать какие-то препараты, которые вы не знаете. И действия. Да, или действия. Или же заниматься каким-то самолечением или народной медициной. Если вы не знаете, для чего эта манипуляция проводится, самый оптимальный вариант – это вызвать скорую и следить за состоянием человека. Опасность инсульта заключается в его высокой инвалидизации. Некоторые функции организма могут не восстановиться на 100%. Медики утверждают, самый важный этап реабилитации – месяц после приступа. Этапы реабилитации делятся на два. Первичная, которая начинается сразу в палате интенсивной терапии, и вторичная, которая проводит в специализированных центрах. О том, что из себя представляет первичная реабилитация, узнаем из репортажа моих коллег в 7-й клинической больнице города Алматы. Когда случилось? Сегодня утром. А сколько? Девять. Инсульт, как острое нарушение мозгового кровообращения, подразделяют на ишемические, вследствие сужения или закупорки кровеносных сосудов, и геморрагические, когда медики констатируют кровоизлияние в головной мозг. В первом случае человек может даже не заметить произошедшего приступа. И повторный инсульт – это плохая вещь, и первый инсульт – это вещь такая, не очень хорошая. Но у всех инсульты протекают по-разному. Видите, два инсульта было, она перенесла их, даже не знала об этом. При геморрагическом инсульте высока доля смертности, ишемический тип опасен высокой степенью инвалидизации. Если инсульт был не обширный, если поражена небольшая доля мозга, конечно, человек может восстановиться. Но всё зависит от обширности инсульта. Если погибает большая часть мозга, то, естественно, человек становится глубоким инвалидом. Обычно пациентам, перенёсшим инсульт, прежде всего назначают медикаментозное лечение. Однако его, конечно, недостаточно. Следует восстановить утраченные функции организма и навыки, необходимые в быту и повседневной жизни. День два раза занимаются пациенты, утром и в обед. Начинаем с пяти минут. Первый день на каждом аппарате пять минут. И с каждым днём потом на минуту, на две увеличиваем. То есть, чтобы в этом кабинете у нас не было осложнений, потому что с инсультами тоже мы когда берём, за пациентами, вот медсестра должна постоянно, инструктор ЛФК здесь находиться, и за пациентами смотреть, чтобы у пациентов давление не поднялось. Естественно, по назначению врача это всё делается. Лечащий врач должен посмотреть и дать разрешение. После этого только мы пациента берём. Перед тем, как взять, измеряем артериальное давление, всё, и следим, чтобы пациенту плохо не стало в этом кабинете. Хорошим средством в первичной реабилитации после инсульта становятся массаж и лечебная физкультура. Причём комплекс упражнений разрабатывается индивидуально, чтобы избежать перегрузок и растяжений. Также эффективным считаются занятия на специальных тренажёрах под наблюдением врача. Велотренажёр, монопед. Это для разработки верхних и нижних конечностей. Сюда мы берём пациентов, если у них частичные паразиты. То есть с параличами верхних конечностей не получится. Пациент держит руками, крутит и приводит движение нижней педали. То есть разрабатывает, сам помогает себе разрабатывать ноги. Для восстановления речи проводят занятия с логопедом, а для стабилизации эмоционального состояния – консультации с психотерапевтом. Инсульт – это психологически для пациента тяжёлое заболевание. Сейчас инсульт молодеет. Если раньше, 10-15 лет назад в основном были пожилые люди, сейчас у нас поступает какой-то контингент есть моложе. Молодеет инсульт. Естественно, когда случается инсульт, допустим, молодой мужчина, работоспособный, случается инсульт, естественно, у многих пациентов депрессия. Они уже психически сломлены. Они думают только о самом плохом и не хотят сами. Самое важное здесь – заинтересовать пациента, чтобы он сам хотел восстановиться. Талгату Садвакасову 58 лет. Здесь он повторно проходит реабилитацию после очередного инсульта. Приступ случился на фоне нестабильного приёма поддерживающих лекарств, обострения сахарного диабета и нерегулярного контроля артериального давления. Если бы я принимал лекарства вовремя, может, такого не было бы. Тем более я не постоянно следил за уровнем сахара. Врачи говорили, у вас сахар, а я когда-то пил лекарства, когда-то нет. То пью, то нет. И с давлением так же. То измеряю, то не измеряю. Несмотря на то, что это уже второй инсульт у Талгата Садвакасова, он не теряет надежды полностью восстановить своё здоровье. В самый первый раз, когда я сюда поступил, мне сказали, ага, если можете, выходите на работу. Инсульт – это болезнь ленивых. После этого стараюсь не лежать, двигаюсь и работаю. Спасибо. Каким бы тяжёлым испытанием не стал инсульт для больного и его близких, важно не терять присутствие духа и сделать всё возможное, чтобы минимизировать последствия приступа. Ведь счастье человека определяется в первую очередь его здоровьем и независимостью от окружающих. Не случайно люди, успешно прошедшие реабилитацию, говорят, что даже самая тяжёлая болезнь – это не тупик, а всего лишь задача, решение которой может стать стимулом для начала новой жизни. До недавнего времени риск развития инсульта прочно ассоциировался с пожилым возрастом. Однако в последние годы данное заболевание всё чаще диагностируется у лиц моложе 40 лет и даже детей, в том числе новорождённых. О том, кто входит в группу риска и какие меры помогут предотвратить развитие инсульта, мы сегодня поговорим с профессором Рейсой Бегимбетовой. Раиса Салимовна, скажите, пожалуйста, какие категории людей попадают в группу риска по данному заболеванию? К сожалению, раньше считалось, что инсульту подвержены люди старших, старшего возраста. На сегодня инсульт молодеет. А с чем это связано? Причин немало. Курение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное употребление легкоусвояемой углеводистой пищи, мучное, сладкое. Тем более сейчас очень много, большой выбор, соблазнов очень много. И имеет значение очень много употребление консервированных продуктов, в частности солью, потому что консервация – это соль, один из таких компонентов. Здесь имеет очень большое значение отношение человека к себе, к своему здоровью, к своей семье, потому что если с человеком случится инсульт, то это будет тяжко не только для самого человека, пациента, но и для его семьи. Раиса Салимовна, скажите, пожалуйста, всё-таки каких правил вы рекомендуете придерживаться человеку для того, чтобы в последующем не возникало вот этого заболевания? Человек должен по возможности знать своё давление, это и при посещении врача, при устройстве на работу, скрининговые различные сейчас программы государство проводит, и в последующем, если у него повышено артериальное давление, разбираться в причинах повышения артериального давления с помощью участкового терапевта, врача общей практики, то есть первичного звена, а дальше выполнять чётко эти рекомендации. Это достаточно во всём мире, и сегодня во всём мире считается, что обучение пациента является одной из тех прямых дорог, которые ведут к действенной профилактике инсульта. Инсульт – это не самостоятельное заболевание, это тяжёлое, грозное и очень опасное осложнение так называемой артериальной гипертензии, это повышенное артериальное давление, которое может иметь разные причины, но чаще всего из позиции именно профилактики инсульта это повышенное артериальное давление, которое связано с подзаболеванием сосудов за счёт развития атеросклероза, за счёт развития сахарного диабета, нередко при сочетании этих двух заболеваний, как говорится, они идут параллельно друг с другом. Поэтому имеет большое значение профилактика атеросклероза, это питание, как бы это ни звучало привычно, питание, оно имеет большое значение. И для профилактики атеросклероза, таким образом повышение артериального давления и нарушение липидного баланса, или же углеводного баланса при сахарном диабете, они взаимосвязаны. Сегодня появился такой термин, диагноз, метаболический синдром. Это связано именно с изменением обмена веществ, а они взаимосвязаны, начинаются липиды, нарушение сахарного диабета, переходит, подключается нарушение липидного баланса, и они друг друга отягощают. Взаимосвязаны усиливают. Да, и идут очень, к сожалению, дружно, для того, чтобы ухудшить прогноз и жизнь пациента. И одно из них – это инсуль. Постинсульная реабилитация длится не менее года. И если на первом этапе медики в первую очередь стараются вернуть двигательные функции организма, то второй этап призван реанимировать психологические и когнитивные процессы. О том, как это происходит, узнаем в репортаже из первой клинической больницы, города Алматы. И давай, пошли. Раз. Спускайте. И поднимаем. Раз. Вот. Смотрите, как хорошо. Это зал кинезотерапии, а точнее – лечебной физкультуры. Здесь пациенты, прошедшие первичную реабилитацию после инсульта, закрепляют двигательные навыки, функции ходьбы и самообслуживания. График расписывается персонально и строго по часам. Порой такое плотное расписание бывает утомительно для тех, кто только начал путь к выздоровлению. Но тем и ценнее те успехи, которые делают люди на этом пути. В ноябре в этом году получил инсульт. Был парализован полностью, не ходил. Месяц назад попал в эту больницу на реабилитацию. Я хожу уже. Благодаря нашим врачам было. То есть массажи, физиолечение, физиотерапия – всё это не делают. Другим неврологическим симптомом инсульта, при котором требуется реабилитация, считается нарушение когнитивных функций. Для коррекции этих недугов оборудуют специальные кабинеты, где пациенты разрабатывают мелкую моторику. Заново обучаются кушать, причесываться, чистить зубы, то есть выполнять те элементарные вещи, которые люди делают каждый день. Бесимбаю Байкенову недавно исполнилось 82 года. Как и многие, сюда он попал после мозгового удара. Учитывая почтенный возраст Бесимбаяга, врачи увеличили срок его реабилитационной программы до месяца. Ноги его ещё по-прежнему слушаются плохо, а вот рукам практически полностью вернули подвижность. Вот эти пальцы, знаешь, как надо разобрать? Здорово. А то они вообще не работали у меня, вот такие были. А сейчас, смотри, вот тут, я же свои люди. Это здорово, помогает мне, да. Эта сенсорная комната – часть психологической реабилитации. Помимо консультаций со специалистами, пациенты ежедневно проводят здесь около часа. Помещение, оснащённое оборудованием, активно воздействует на вестибулярные рецепторы и базовые чувства человека. Слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. За счёт замкнутости пространства человек чувствует себя максимально защищённым от внешних раздражителей. Такое ощущение безопасности способствует максимальному расслаблению, стабилизации психических процессов, развитию внимания, памяти, мышления и восприятия. После такого состояния острого они чаще всего дезорганизованы. И им требуется и поддержка, и успокоение, и просто адаптация. В среднем курс вторичной реабилитации составляет 12-14 дней. За это время медики стараются обучить не только пациентов, но также дать рекомендации родным и близким. Ведь восстановительный период в этих стенах только начинается. Родственников мы обучаем, как контролировать все эти критические состояния, факторы риска, обучаем их, что нужно делать, какие препараты надо принимать. И если есть предрасположенность, мы всегда предупреждаем их о том, что если у вас родственники, отцы, родители перенесли инсульт, то, конечно, вам тоже надо быть на стороже. И заниматься теми же самыми мероприятиями, что вы сейчас делаете, видите, со своим отцом или с матерью. Это отделение нейрореабилитации в Алматы ежегодно обслуживает свыше тысячи человек. Встать в очередь на лечение можно, подав заявку на портале Бюро госпитализации. Бесплатная государственная помощь предоставляется не только жителям Южной столицы, но и всем гражданам Казахстана. Акупунктура или иглотерапия зачастую назначается медиками при восстановлении после инсульта и профилактики последующих приступов. Она пришла к нам из китайской народной медицины. Всемирная организация здравоохранения рекомендует иглотерапию в качестве лечения около 60 видов заболеваний и болевых синдромов. А в 2010 году ЮНЕСКО включил акупунктуру в перечень нематериального культурного наследия человечества. После выписки, когда острое состояние инсульта отступило, а пострадавший понемногу восстанавливает утраченные функции, иглоукалывание, дополняющее назначенную врачами лечебную физкультуру, диету и массаж может оказаться большим подспорьем. Мне поставили несколько неврологических диагнозов ниже пояса – артроз, артрит. Я не могла ступить на ногу. Но даже если лечилась в других местах, их лечение мне не помогало. Я думаю, что по сравнению с тем, что было в самом начале, моя походка стала значительно легче, и во мне появилась надежда. Я верю, что в будущем я буду хорошо ходить. Игла-рефлексотерапия – направление, при котором медики воздействуют на организм человека специальными иглами, прокалывающими кожу и мягкие ткани в особых точках нашего тела. Китайские медики считают, упомянутые точки располагаются на так называемых меридианах, созданных природой для циркуляции жизненной энергии цель. Мы вводим иглу в специальный район мозга под названием реплиция. Раздражение этой области помогает ускорить кровообращение, восстановить клетки мозга. Поэтому мы советуем начинать иглотерапию как можно раньше, на этом этапе. Обычно эту методику используют для быстрого снятия болевого синдрома, либо в лечебных и профилактических целях при сахарном диабете, заболеваниях костной системы, сердечно-сосудистых патологиях, а также реабилитации после инсульта и в качестве профилактики рецидива. Важно лечиться в период от 3 до 6 месяцев. Если в это время принимать наше лечение иглотерапией, можно снизить уровень онемения конечностей после недавнего инсульта. Поэтому период от 3 до 6 месяцев после инсульта очень важен. При сеансах иглоукалывания врачи как бы заново формируют рефлекторные механизмы, восстанавливая тем самым двигательные функции парализованных частей тела. Более того, в комплексной терапии, когда пациент употребляет необходимые лекарственные препараты, улучшающие мозговое кровообращение, когда пострадавшим одновременно проводится лечебная гимнастика, массаж и физиотерапевтические процедуры, полноценная иглорефлексотерапия способна приблизить состояние таких больных к наиболее здоровому, заметно сокращая период реабилитации. Общий риск развития повторного инсульта в первые 2 года составляет от 4 до 14%. Во избежание рецидивов необходимо выяснить причину первичного приступа и заняться их предупреждением. Здесь всё зависит от мотивации пациента. От готовности изменить образ жизни, откорректировать питание, добавить умеренные физические нагрузки. Эти нехитрые правила помогут прожить долгую и счастливую жизнь. Меня зовут Рашид Азизов. Увидимся через неделю в эфире программы «Спасаем жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова